За окном спорткомплекса «Орион» декабрьские трескучие морозы, а в ринге жаркие баталии турнира на призы Героя России ульяновца Олега Лобунца. Символично, что в финальной поединке проходит День Героев Отечества. Вот в наше время, конечно, патриотическое начало, оно имеет такой очень серьезный смысл, и все участники это чувствуют. Чувствуют и стараются вот именно на этом турнире показать свои лучшие качества. Более сотни боксеров из нескольких регионов России выходят в ринг. Причем сражаются не только парни, но и девушки. Для победителей на кону звание мастеров спорта страны. Состязание подобного уровня региональная федерация бокса проводит впервые за последние несколько лет. Матерые боксеры говорят, что лучше пропаганды спорта трудно представить. Ну, чем больше их будет проводиться, тем больше будет зрителей приходить, тем самым будет больше народу ходить. Потому что если не будет это показываться, никто не придет. А если наши еще побеждают, то это большой плюсик. 14 весовых категорий у мужчин и женщин. 14 комплентов наград. 14 финальных поединков. И в 10 из них боксируют ульяновцы. Один из самых зрелищных между Димитровградцем Тимуром Абдрахмановым и Артемом Тамразианом из Самары. Три раунда бесконечной взаимной атаки, но удары хозяина ринга чаще достигают цели. Это очевидно и для судей. Абдрахманов – чемпион весовой категории до 54 кило. Соберник был очень серьезный. Он придет в сравнении в прошлом. Мы с ним до этого боксилили два года назад. Я уступил в очень равном бою. И сейчас реваншировался. Но это очень важно было. Всего же ульяновцы завевали 10 наград высшей пробы. А звания мастеров спорта страны по итогам турнира будут присвоены Светлане Цургановой, Кристине Голныкиной, Рахману Бабакишиеву и Дмитрию Наибову. Также в копилке ульяновской команды 4 серебряных и 5 бронзовых наград. Михаил Арсашанский, Управда ТВ. Управда ТВ.